всем доброго дня как и обещал сделать эфир для тех моих подписчиков которые очень просили более подробно поговорить о российском рубле о недвижимости в россии поэтому заранее хочу предупредить что тема у нас сегодня будет одна и тема это для отдельных армян россии которые спрашивают по поводу судьбы и вообще будущего рубля просто узнать мое мнение я благодарен тем людям которые пишут мне из россии очень много сообщений очень много писем поэтому давайте поговорим о армянах россии которые сейчас не очень понимают что им делать со своими сбережениями что им делать со своей недвижимостью не было имбаревнер давайте выскажемся на этот счет потому что армяне россии не имеют возможности смотреть facebook без vpn то есть они через vpn нас смотрят и собственно говоря у них youtube тоже только через vpn обычно они youtube не может не могут смотреть потому что или его вообще нет или там в замедленном состоянии то есть скорость вообще практически нулевая поэтому я очень надеюсь что они сумеют посмотреть этот эфир через vpn и получить какие-то ответы на свои вопросы я напомню всем нашим подписчикам что 30 уже два месяца до почти идет война в украине и вот все это время смело можно сказать что все эти 31 32 месяца падает соответственно покупательная способность тех кто мог купить квартиры и сегодня происходит то о чем мы очень много раз говорили о том что наступит момент когда невозможно будет продать квартиру недвижимость в россии я могу вас заверить в том что поступает очень много информации из воронежа из московской области из саратова вот и самары вот недавно мы с арменом говорили он рассказывал про свои проблемы тоже наш подписчик в самаре воронеже подмосковье очень много жалоб на то что армяне не могут продать свои квартиры и это еще раз повторюсь не занимаясь тавтологии то о чем мы говорили вот многие смеялись многие говорили да вы выдумываете все будет чудесно в россии да нет вы пугаете я очень хорошо понимаю что армяне которые живут в россии меньше всего хотят вот пессимистических прогнозов меньше всего хотят слышать какие-то до грустные прогнозы все-таки люди хотят быть настроены на хорошее но как можно быть настроенным на хорошее если бушует война и это война которая продолжается все дольше и дольше и дольше да она не может не влиять на жизнь россиян и вот наши соотечественники не могут этого просто понять что война которая длится уже почти три года вот можете только додуматься до этого почти три года то есть феврале у нас будет через где-то пять месяцев ровно три года как бушует война в украине почти три года почти находиться в войне и вы хотите чтобы не было никаких изменений в жизни так не бывает болорин норить баре вартан спасибо большое за приветствие рубен привет большой вам тоже и всем вашим семьям большой привет поэтому дорогие наши армяне россии то что сейчас многие из вас не могут продать квартиры это можно было спрогнозировать теперь давайте все таки я перейду от нотации до конкретики вот вторая проблема сейчас они тоже расскажу и будем рассказывать как решать свои проблемы можно мои советы я думаю вам понадобится она добрый день вторая проблема это российский рубль многих армян россии деньги в банках какие-то армяне нара добрый день послушались нас и вытащили свои деньги в начале когда началась сво но большая часть армян которые не верят нам не верим нашим советам они оставили деньги на депозитах в российских банках это втб это сбербанк это это многие там газпром банк который тоже платит неплохие проценты и сегодня когда в россии повысилась и продолжает повышаться повышаться ключевая ставка я напомню нашим зрителям что глава центробанка россии эльвера набиулина уже сказала что в ближайшие несколько дней снова будет повышение ключевой ставки и это абсолютно точно то что это будет повышение ключевой ставки а вместе с повышением ключевой ставки мы с знаем да что происходит удорожание кредитов и удорожание ипотеки таким образом сегодня российские банки предлагают очень высокие проценты по рублевым вкладам и некоторые люди радуются этом некоторые люди кладут банк деньги под высокие рублевые да там проценты и радуются этому но вот я хочу особо отметить для всех армян и армянок которые в сомнениях и которые держат под 18 там 16 или 20 процентов там под проценты да там они кладут 18 процентов годовых не радуйтесь этому ничего радостного в этом нету потому что государство под названием россия никогда не пойдет на то чтобы раздавать людям высокие проценты в в ситуации когда огромные деньги расходуются на производство оружия в ситуации когда огромные деньги тратятся на компенсации и в ситуации когда экономика поверьте мне находится в более ужасном состоянии чем об этом говорят сми россии нельзя верить сми россии это ложь сегодня россия продает нефть в китай и индию и вот все что она продала в индию за эти 30 месяцев все что россия продала в индию все за все это индия заплатила рупиями то есть индийской валюты рупии и на эти рупии россия сумела купить совсем немного специй в индии а остальные рупии лежат мертвым грузом индии индия россии говорит но хотите купите на рупии там индийские товары то есть вложите свои деньги в индийскую экономику это очень весело понимаете россия также не получает деньги из китая потому что юань она не может полностью перевести в доллары таким образом россия который сейчас имеет бизнес азии мало того что она за копейки продает свою нефть за копейки потому что и индия и китай покупает все намного дешевле чем европа мало того что россия продают за копейки так за это она еще и получает рупии который не может превратить в доллары плюс более 300 миллиардов долларов арестованы до уже более 30 месяцев в европе и сша таким образом высокие проценты по рублевым вкладам это не радость для вас это повод задуматься куда движется россия куда движется ее экономика куда движется ее финансовая система и каждый раз эльвира набиулина когда говорит о курсе российского рубля и состоянии экономики о инфляции с каждым разом она все более напряженно с каждым разом она все более вдумчивая и вот эта вдумчивость это напряженность на лице главы центробанка россии говорит о том что ситуация становится все хуже и хуже теперь на ваш вопрос многие из вас спрашивали для этого я делаю эфир что делать с рублевыми вкладами сегодня вы боитесь вытащить рубли и вы говорите что условно говоря у кого-то вклад уже пять или семь месяцев до лежит в российском банке и вы говорите но уже вот у меня 5-7 месяцев лежит я же на год открыл я же открыла на год я же потеряю проценты за 5 за 7 месяцев если ваш вклад там остается два месяца условно дождитесь пусть эти два месяца пройдут получите вклад с процентами и обязательно обязательно в обязательном порядке закройте этот вклад и больше его не открываете и мой вам совет мой вам совет что если вы не хотите остаться без денег а вы можете остаться без денег и с каждым днем с каждым днем вероятность того что вы в россии останетесь нищими без копейки она увеличивается чем хуже ситуация в россии тем больше шансов что государство и в частности правительство российской федерации пойдут на такие шаги которые будут болезненными не для государства не для военной машины а для простого народа вы помните наверно сорок первом сорок пятом году все для фронта все для победы вы помните эту фразу и нет никаких сомнений что вот эта фраза все для фронта все для победы именно от нее отталкивается кремль именно от этой фразы отталкивается российская власть и когда она говорит все для фронта это означает что у тебя гражданина россии могут отобрать вклад заморозив его или устроив деноминацию потому что россия которая сейчас повышает ставку и у нее увеличиваются рублевые вклады россия не сумеет бесконечно увеличивать банковский портфель представляете вкладов становится много а кредитов меньше вот мы представляете вкладов больше а кредит то банк под бешеные проценты никто не хочет брать мало кто берет и вы думаете что россия может бесконечно долго повышать вклады проценты сам рубль не будет обесцениваться и в шоколаде будут вкладчики тогда никто не будет работать тогда люди будут ставить под проценты никто не будет работать и и страна просто-напросто остановится просто-напросто остановится этого не будет нет никаких сомнений что россия двигается к деноминации и все наши прогнозы уже оправдались все до единого все о чем мы говорили в наших ресурсах с первого дня войны и про мобилизацию и все сбылось и россия при любом раскладе нас сто процентов пойдет на динаминацию как она это сделала вы помните в 1998 году как она обесценила деньги в 2008 году она пойдет на это что даст динаминация российской федерации благодаря динаминации если у россии сейчас огромные обязательства перед женщинами которые рожают детей это материнский капитал это перед всеми кто погиб им надо деньги отстегивать перед ранеными которых надо лечить россия из-за того что не может набрать достаточное количество людей для фронта увеличила почти вдвое выплаты контракт ником вы помните да на 400 тысяч российских рублей то есть вдвое больше россия платит контракт ником то есть вы представляете и почему же россия увеличила эти выплаты контракт ником потому что рубль обесценился потому что за 250 тысяч рублей ты не можешь за пятьсот тысяч или четыреста потянуть человека на контракт и общие выплаты с учетом дополнение от регионов и москвы становится 1 миллион почти рублей потому что этот 1 миллион обесценены что необходимо сделать если у вас остается один или два месяца и дальше вклад закрывается то закройте его и переведите в армению вы говорите вы все мне говорите кто из россии что в если вы будете рубли переводить в драмы то курс очень слабый курс рубля в грузии в узбекистане в армении он именно такой какой есть то есть да вы на рубли можете например больше куриц купить чем если вы переведете в драмы и меньше курицы купите но проблема заключается не в том что курица в армении дорогая а в том что рубль для всего мира это дешевая валюта и я считаю что лучше спасти свои деньги чем каждый день нервничать вы каждый день переживаете что будет с вашими вкладами в российских банках вы не знаете что будет через неделю я обращаюсь к армянам россии послушайте когда начиналось с в о и когда срочники российские попали в плен к украине путин говорил что никаких срочников на фронте нет вот помните потом оказалось что срочники есть на фронте и путин сказал что срочников не будет на войне потому что это же спецоперация 10 дней тому назад или две недели тому назад аллаудинов который чеченский генерал сказал что срочники для чего нужны россии они тоже должны воевать то есть россия который 30 месяцев тому назад говорила что срочники не будут воевать теперь говорит что срочники будут воевать о чем это говорит что за 30 месяцев ситуация ухудшилась и сейчас россии не до выполнения каких-то обещаний которые она дала то есть россия плевать хотела на те обещания которые она дала 30 месяцев тому назад своему населению это правильно правильно а что это означает что любые гарантии и обещания которые дают рук российское руководство в случае ухудшения ситуации на фронте превратятся в ноль поэтому сейчас самое главное спасти то что можно спасти что необходимо сделать перевести рубли в драмы перевести рубли в драмы открыть вклад в армянском банке чтобы вы не потеряли никакие деньги и были спокойны как удав я считаю что надо сделать так половина денег откройте как драмы да то есть и половина рублей вы меняете в драмы и кладете драмы под 11 процентов годовых сегодня армянские банки например пастбанк армэкономбанк дают 11 10 с половиной процентов годовых очень хорошие проценты дают эвока банк неплохие проценты вот принципе во многих банках хорошие проценты то есть по драмам у вас будет 10 с половиной 11 процентов годовых 10 процентов от дохода государства каждый день берет виде налога то есть каждый день вот если у вас сегодня набежала на вклад тысячу драмов 100 драм государства берет как налог это везде есть во всех государствах то есть если вы условно говоря за год у вас проценты будет 5 тысяч долларов то 500 долларов государства возьмет это налог который мы платим бюджет армению все таким образом вы половина денег кладете под драмовый вклад до а половина денег я предлагаю открыть в виде долларов сегодня драм очень сильная валюта но чтобы быть спокойным от каких-либо коллизий то есть предположим у вас предположим да у вас 10 миллионов российских рублей 5 миллионов как драмы сделаете поставьте драмовый вклад и 5 миллионов поставьте как доллары по доллару армении дают самые высокие проценты сегодня во всем бывшем советском союзе то есть по доллару у нас четыре с половиной процента годовых это хороший процент для доллара доллар он доллар и в дубае и в египте и в турции куда летят многие армяне и в той той же армении доллар в сша это доллар в индии это доллар поэтому даже если доллар сегодня дешевый в армении это ничего не означает доллар это доллар поэтому половина денег откроете как драмы половина как доллар если ваш вклад который вы из россии переводите в армению вы боитесь что драма обесценится тогда если драма обесценится значит тот половина той суммы которую вы открыли в виде доллара значит Значит, в долларах вы получите больше драмов. То есть, вы, если увидите, что драм подешевел, вы будете доллары снимать и тратить в Армении. Потому что на эти доллары вы купите больше драмов. Если вы видите, что драм подорожал, а доллар подешевел, значит, доллар пусть остается как вклад, а вы тратите драмы, которые очень дорогие. Таким образом, половина денег драмы, половина денег доллары. Да, в драмах больше процентов. 10,5-11% в годовых. Но, если мы хотим быть спокойны, то лучше половина драмы, половина доллары. Я считаю, что это самая спокойная ситуация. Теперь по поводу драмы. Почему я вам говорю, что очень важно перевести вклады в Армению. Смотрите, мы об этом много раз тоже говорили, что у Армении абсолютно идеальное образцовое отношение со всем цивилизованным миром. Со всеми странами, которые нам дадут любой кредит, поверьте мне. У нас чудесные отношения с Германией, с Францией, с США, с Канадой, со всеми странами цивилизованного мира. И именно они отвечают за Всемирный банк, за Международный валютный фонд. И даже если будет самый-самый-самый жуткий сценарий, нам не грозит нехватка долларов. Нам не грозит нехватка долларов. То есть у Армении потрясающие финансовые условия. И твердые гарантии есть, что драм особо не будет обесцениваться. Даже если произойдет что-то, драм не будет обесцениваться. Потому что нынешнее правительство, которое, соответственно, после 2018 года делает все возможное, чтобы не было финансовых коллизий, оно никогда не допустит, никогда, чтобы драм сильно обесценивался. Почему? Потому что команда премьер-министра Пашняна хорошо понимает, что военные, полицейские, которые получают зарплаты в драмах, нельзя обесценивать драм. И они не будут обесценивать его. Я говорю, вот было до этого 1 доллар стоило 500 драм, 520 драм. Он может, вот сейчас 390 драм, да, например, доллар. Ну пусть он там обесценится, 415 станет, 420. И то, это при пессимистичных сценариях. Но, извините меня, у нас был в 2020 году курс 500 драм за 1 доллар. 500 драм. И мы жили с таким курсом. Все это помнят, все это знают. Сейчас 385-390 драм за 1 доллар дают банки. Таким образом, правительство не позволит обесцениваться драму. И ваши переводы с рубля в драмы и доллары являются оправданными. Потому что, если вы будете, например, ехать отдыхать, все путевки стоят в долларах. Вы можете спокойно вытащить в долларах и оплатить путевку в долларах, например, да, пересчитать на драмы. То, что сейчас уже не продаются квартиры в России, это очень большой сигнал для всех наших подписчиков в России, что у людей нет денег покупать эти квартиры. Это А. И, во-вторых, они не считают оправданным вкладывать деньги сегодня в недвижимость России, с учетом тех ситуаций, тех коллизий, которые происходят после повышения, каждый раз после повышения ключевой ставки. И Центробанк продолжит повышать эту ключевую ставку, несомненно. Поэтому, когда мы говорим о ценах на недвижимость, многие армяне сегодня говорят, мы не можем продать в Воронеже, мы не можем продать в Санкт-Петербурге, мы не можем продать в Подмосковье. Давайте мы не будем забывать, что когда началось СВО, даже тогда квартиры продавались очень тяжело. Ну вот возьмем меня, я просто возьму свой пример. Я продавал две однокомнатные квартиры, которые у меня были более пяти лет в собственности. И я продал с 22-процентной скидкой. Только вот представьте, 20-22 процента, это начало СВО особо такой трагедии не было. Я 20-22 процента скинул от первоначальной цены, чтобы продать свое жилье. И многие армяне России, я просто удивляюсь, уже три года ситуация страшная. Вот поймите правильно, и сейчас те, кто не могут продать квартиру. Когда началось СВО, люди, у которых была рублевая масса, они покупали наши квартиры. Вот я продал, у меня были люди, у которых была рублевая масса, и они готовы были купить, чтобы избавиться от рублевой массы. Это так было. А сейчас очень вообще единицы людей, у которых лежат какие-то рублевые массы, и они хотят эти рубли превратить в квартиры. Сейчас таких очень мало. Значит, кто может купить вашу квартиру? Те, кто будут брать ипотеку. А ипотеку сегодня дают под бешеные проценты, да, это раз. И во-вторых, вы знаете, что ВТБ, например, по семейной ипотеке уже принял решение, что ипотеку, семейную ипотеку, выдает ВТБ России в том случае, если я не ошибаюсь, по-моему, с 1 ноября или с 1 октября вступают это в силу. ВТБ выдает только в случае, если вы делаете 51% первоначальный взнос. Это просто кошмар. Это просто ни в какие ворота не лезет. То есть вы, чтобы взяли ипотеку, у ВТБ должны заплатить 50-51%. Первоначальный взнос, 50%, да, спасибо большое. И что дальше вы должны сделать? 50% вы должны заплатить первоначальный взнос ВТБ, взяв ипотеку, и еще платить ужасные проценты по ипотеке. Поэтому, дорогие армяне России, которые не могут продать квартиру, я слышу от вас очень странную вещь, что вы от первоначальной цены скидку делаете 10-12%. Вы серьезно, да, ребят? Вы хотите продать квартиру в Подмосковье, в Воронеже, в Краснодаре, сейчас, когда страшная ситуация, со скидкой 10-12%? Я говорю, я продал в начале, когда только начиналось СВО, особой паники не было. 22% я скинул. И если вы не будете делать хорошую скидку, вы не продадите эту квартиру. Это я вам гарантирую миллион процентов. Никто... Мы должны понять одну простую вещь. Если мы хотим, условно говоря, продать в России квартиру, то продавая квартиру, вы не должны мыслить как продавец квартиры. Вы должны мыслить как продавец квартиры и как покупатель квартиры. Вот вы не можете продать квартиру именно из-за того, что вы думаете и мыслите только как продавец квартиры. А чтобы продать квартиру, надо мыслить и как продавец, и как покупатель. То есть, что и кто может купить, я говорю сейчас о объектах недвижимости, в России? Какая психология у покупателя? Почему покупатель должен вашу квартиру купить? Покупатель не будет покупать квартиру, когда есть такой большой финансовый риск. Но есть несколько причин, почему покупатель купит вашу квартиру. Главная причина – это хорошая цена. А вот для того, чтобы продать свою квартиру в России, необходимо понимать, что покупатель, покупая вашу квартиру, идёт на риск. То есть, он покупает у вас жильё, он идёт на риск. И чтобы минимизировать этот риск, вы должны так спустить цену, чтобы он сказал, ну, знаешь, когда мы берём по бешеным ценам ипотеку, но она же стоит намного дешевле. То есть, вы должны ему дать возможность, сейчас, когда высокая, например, процентная ставка по ипотеке, вы должны ему дать возможность выиграть в цене. То есть, он говорит, ой, воронежи дают намного ниже, чем предлагают другие. Вы, когда заходите в сайт, и ваша, условно говоря, двухкомнатная квартира, все продают по 7 миллионов, и вы говорите, да нет, все продают в Воронеже 7 миллионов, я что, буду продавать очень дёшево? Я что, сумасшедшая? Я что, сумасшедшая? Все продают 7 миллионов, я буду продавать 5 миллионов? Вот что вы говорите. Вы заходите в Авито, вы заходите в ЦИАН, заходите, читаете, какие цены на аналогичные квартиры, то есть, у вас 65 квадратов, 65 квадратов, вы смотрите, сколько стоит 65 квадратов, у вас пятый этаж, и вы говорите, так, я посмотрю, а сколько стоят все пятые этажи? Так, 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 Ольга, Федя, Петя продают квартиру за 7 миллионов, а я что, дурак, буду продавать за 5 миллионов? Но вот, если ты сейчас не продашь за 5 миллионов, как дурак, как ты думаешь, то завтра ты или вообще не продашь квартиру, или продашь её уже за 4 миллиона, и за 4 миллиона продав, ты будешь не дурак, а конченный идиот, прошу прощения. Поэтому мы должны понять, или мы продаём, как конченные дураки, за 5 миллионов квартиру, которая стоит за 7 миллионов, или мы потом её вообще не продаём, или продаём, как конченные уже идиоты, а не дураки. И каждый человек сам решает, что для него удобнее, быть конченным дураком, конченным идиотом, или вообще остаться без ничего. Жизнь в России лучше не станет, не станет. И если какой-то армянин или армянка России считают, что жизнь в России будет потом лучше, пока она будет только ухудшаться. Но вот это слово «пока» – это не ближайший год. Потому что Европа и США не снимут никаких санкций с России. Это 100%. Судя по всему, Европе и США нравится производить много оружия и отправлять всё это в Украину. Потому что вся военщина работает без остановки. Европа и США зарабатывают огромные деньги на производстве оружия. Всё это взрывается в Украине. И всё это взрывается против России. То есть для США и Европы крайне важно держать Россию ослабленной. Победить Россию никто не сможет. Но то, что Россию ослабляют и будут дальше ослаблять – это точно. Так вот, когда Россия ослабляется, ослабляется не Кремль, не чиновники, а ослабляется простой человек. Всегда так было. Всегда СССР, Россия за счёт людского ресурса побеждали. И в 1941-1945 году СССР же не победил на самом деле никого. СССР бросил как в мясорубку океан людей. То есть все народы. Он уничтожил всех мужиков армянского народа. В Карабахе вообще все или погибли, или остались инвалидами. В 1941-1945 году СССР бросил в мясорубку войны людские колоссальные ресурсы. И сегодня он тоже готов расплачиваться людскими ресурсами ради того, чтобы тянуть, или, как они думают, победить. Но побеждать они будут за счёт вашей жизни, за счёт вашего здоровья, за счёт ваших квартир, за счёт динаминации российского рубля. И ты, живя в России, ты должен задать себе вопрос. Ты будешь дальше каждый день нервничать, что произойдёт с твоим рублём. Ничего, потеряй. У вас 10 миллионов рублей, да? У вас 10 миллионов рублей в банке лежит российском. Да, в России платят, в Армении там заплатят 4 миллиона. Вы говорите, очень малые платят за эти рубли драма. Они платят столько, сколько он стоит, этот рубль. Армения не может платить мало за рубль. Армения платит за рубль столько, сколько он и стоит. Во всём мире и в Армении. Да, вам за миллион российских рублей заплатят 4,2. На 10 миллионов российских рублей, если у вас 10 миллионов. Это будет 42 миллионов драмов. Поменяйте их на драмы, положите под проценты в банк. И всё. И, кстати говоря, что немаловажно, благодаря тому, что вы переведёте свои вклады в Армению, вы помогаете армянскому банковскому сектору, а значит, армянской экономике, благодаря тому, что вы под 10-11 процентов положите в банке вклад, банк под 20 процентов эти же драмы отдаст другому гражданину Армении, который купит себе жильё, построит какую-то избушку или не знаю, что он сделает. Таким образом, вы кредитуете гражданина Армении. Открывая вклад в Армении, вы кредитуете дополнительное количество людей, которые, соответственно, берут эти деньги под более высокие проценты. Банк зарабатывает деньги, гражданин Армении что-то делает, и в экономике эти деньги варятся. Это большой плюс для всех армян Армении, когда армяне России открывают вклад в Армении. Вот такой эфир хотелось сделать. Ещё раз, значит, коротко. Рубли не бойтесь, лучше сейчас закройте. Или вот у вас осталось пару месяцев, хорошо, дождитесь, закройте, потому что жалко у вас, например, вклад на год открыт, да? Если 10 месяцев прошло, осталось 2 месяца, ну, потерпите эти 2 месяца, потом снимите и переведите, да? Если у вас вклад открылся 2-3 месяца назад, вот сейчас у нас что, конец сентября, если вы вклад открыли в июле или августе, ни в коем случае не рискуйте. Закройте его и переведите в драмы. Ни в коем случае не рискуйте. Ни в коем случае. Потому что ситуация очень опасная, очень. Даже один обычный маленький удар ядерной боеголовкой приведёт к ужасающей девальвации российского рубля. Даже один ужасный какой-то взаимный удар или кризис приведёт к ужасным последствиям. И поверьте мне, Россия всегда залезала в карман гражданам страны. Россия всегда обманывала народ России. У него отбирала деньги. И мы с вами помним, что Путин говорил, что никогда не будет обижать пенсионера. Вы помните? Он сказал, пока я президент, пенсию мы трогать не будем. Что он сделал? На 5 лет повысил пенсионный возраст. Было такое? Было. Это было в мирное время, когда никакой войны не было. А сколько стоит обещание в военное время Путина? Нисколько. Зачем вы каждый день нервничаете? А что будет? А завтра я проснусь с рублями. Зачем вы нервничаете? Я напомню всем армянам России, что 16 примерно миллионов драмов государство страхует. То есть, если вы положите деньги в армянский банк, и банк лопнет, вам государство все деньги вернет в течение месяца. То есть, 16 миллионов драмов – это не маленькая сумма. В долларах это 40 тысяч долларов. Положите, если у вас, например, 100 тысяч долларов, половину положите в один банк, половину положите в другой банк, государство примерно 16 миллионов вам страхует. То есть, если у вас в банке 15 миллионов и с процентами 16, вам деньги вернут. Вот такой эфир. Всем хорошего дня, всех люблю, всем желаю здоровья, процветания нашему народу, процветания Армении, и всем хорошей осени, бархатной осени. Берегите себя, не рискуйте своими нервами, не рискуйте своей жизнью, не рискуйте своим здоровьем. Живите сегодня и не откладывайте ничего на завтра.